Всем огромный привет! Срочная новость! Я вам сейчас такое расскажу. Целое утро спешу и падаю, чтобы оповестить своих любимых-любимых подписчиков о том, что встреча состоялась. Принц Гарри встречался с принцем Уильямом у всех за спиной, и эти вездесущие всезнайки британские СМИ, оказывается, остались с носом. То есть ничего ровным счетом об этом не знали, а братья находились на одном и том же мероприятии. Этот внеплановый выпуск вы, пожалуйста, посмотрите до конца, но помните, что выпуск целых 30 минут королевского наслаждения вышел сегодня на канале Аморы Ройл. Ни в коем случае этого не забывайте. Переходите сразу после просмотра и смотрите новый выпуск, который вышел на канале Аморы Ройл. Ладно, теперь давайте подробности о разгаре. В вас соединяются на похоронах своего дяди после того, как герцог Сасакский тайно прибыл в Великобританию. Представляете, речь идет именно о Роберте Феллоусе, который умер несколько недель назад. Мы с вами уже успели не только обсудить, но и забыть про это важнейшее событие для королевской семьи. И вот оно, пожалуйста, похороны состоялись, и два принца встретились на этих похоронах. И забегая вперед, хочу сразу отметить, никаких фотографий нет, но есть официальные заявления Генсингтонского дворца. Пока что пресс-служба герцога Сасакского не ответила на официальные запросы британских и мировых газет. И вот что Сасакскому подтвердили, что он не приедет ранее, но тем не менее Гарри передумал и находился в этой церкви. Напоминаю вам, что в Норфлоке проживает семья Уэльских и находится поместье Сандрингем. Для газет близкие семьи Спенсеров подтвердили, что принцы были на похоронах, и они очень рады этому воссоединению, пусть и заочному. Местные жители, которые находились также возле церкви и внутри церкви, подтвердили для газет, что они видели, как скрытно прибыли принц Гарри и принц Уильям, что это было очень-очень организовано для того, чтобы никто не узнал о их прибытии. Хорошо, это смог сделать принц Уильям, но как это сделать? Мы рассказывали о его смерти. Умер три недели назад. Похороны действительно подзадержались, и здесь возникает вопрос, не связано ли это с прибытием герцога Сасакского, который находился долгое время в Колумбии. Неужели Спенсеры пошли навстречу герцогу Сасакскому? Поражает любое воображение официальный ответ Кенсингтонского дворца. Запросы от газет уже получили ответ официальный, повторюсь, от Кенсингтонского дворца. И они ответили, что они не будут комментировать личную жизнь принца Уэльского. А что, у принца Уэльского есть личная жизнь? Разве так можно было? Елизавета II была не в курсе, если это даже и так. То есть теперь они будут ссылаться на личную жизнь, как это делает принц Гарри. Герцог Сасакский постоянно говорит о какой-то конфиденциальности, о том, что они не хотят разглашать, не хотят давать информации. А теперь уже и Кенсингтонский дворец ссылается на что-то подобное. Если вам кажется, что все это звучит высокопарно и не имеет особого отношения к делу, то я отчасти с вами согласна. Но тем не менее мы видим, как они переигрывают по-своему карты. Они ведут себя ровным счетом, как Сасакские. Но в ответ мы не должны их осуждать. Конечно же, я про Кенсингтонский дворец. Безусловно, Кэтрин и Уильям работают на дворец. В будущем они займут трон. И с их стороны подобное поведение немного удивляет. Со временем мы привыкнем, но сейчас я удивлена таким резким и безапелляционным ответом Кенсингтонского дворца. Они дышали одним воздухом и находились в одном помещении. Значит, все-таки возможно воссоединение. Как вы на это смотрите, обязательно пишите. Но тем не менее, несмотря на всю ярость высказываний со стороны и Кенсингтонского дворца, и со стороны Сасакских, что невозможно без извинений со стороны дворцов какое-то примирение. Помните, герцог требовал извинений для своей мадам. Помните этот момент, что да, возможно, мы пересмотрим наши отношения, если дворец, то есть фирма, вздумает перед нами извиниться. Не перед нами, а перед Меган за весь тот ущерб. И оба брата придерживались заявленной ранее политики. А теперь я хотела бы подумать вместе с вами о том, как это на самом деле могло произойти. Помощники не доработали. Не общение между братьями дало вот такой смешной с одной стороны результат. Потому что, похоже, принц Гарри не знал, что все-таки принц Уильям явится в эту церковь Святой Марии в Норфолке. И, скорее всего, принц Уильям также был не в курсе, что Гарри прилетел для того, чтобы побывать на похоронах Роберта Феллоуза. То есть незнание привело к такому результату, что оба брата оказались в одной церкви. И им пришлось экспериментировать и выкручиваться на месте. Не мог же принц Гарри, перелетев через океан, спасать перед дверью церкви. Хотя, мне кажется, такое вполне могло быть, если бы Гарри заранее знал, кто находится в церкви. Или, возможно, он прибыл первым и не видел, что Уильям, и не знал, что Уильям появится впоследствии. Это нам пока что неизвестно. Уверена, что очень скоро появятся подробности. Также и принц Уэйски, скорее всего, не мог развернуться, раз он уже приехал на похороны. И им пришлось делать вид, что они друг друга не знают. Что они вместе никогда не проводили время, и что между ними действительно пропасть. Если вы спросите про мое мнение, то я вам отвечу. Их поведение выглядит жалким. Нужно было кому-то из них, скорее всего, старшему брату, на мой взгляд. Ну, или они оба довольно-таки взрослые, уже между ними разница два года. Так вот, нужно было сориентироваться на месте, не выглядеть настолько жалкими в глазах людей, не садиться одному в одном конце церкви, а другому в другом конце церкви. Это выглядело аномальным. И я считаю, что это реально можно было преобразовать в некое пожатие руки, приветствовать друг друга и сесть рядом. Возможно, молчать, потому что, вы сами понимаете, что это похороны, и должно быть тихо, здесь не место для разбирательств. Но они не нашли в себе сил. И это действительно показывает нам, что разлом очень сильный между братьями. Я думаю, что вам нужно высказываться, конечно же, в комментариях. Вам есть что сказать по этому поводу. Новость реально сногсшибательная. Одна из самых интереснейших за последнее время. Но еще я хотел бы вам напомнить, именно в рамках этого ролика, что два года исполнится в сентябре, как они не разговаривают. То есть, вот последний раз они разговаривали, и это достоверно подтверждено и известно, на вот этой встрече великолепной четверки. Помните, это воссоединение, скорее всего, кадры перед вами после похорон Елизаветы Второй. И именно про эту встречу, впоследствии, принцесса войска Кэтрин сказала, что это было самым трудным делом для нее в ее жизни. Это мы узнали уже из книжки, которая выходила совсем недавно. Книжка Роберта Джобсона «Биография Кэтрин». Помните, я вам рассказывала. Как вы понимаете, это еще не конец. Продолжу рассказывать в нашем новостном формате. Обязательно смотрите, не пропускайте. И я хотела бы у вас спросить. Вот как вы считаете, они реально не знали, ни Гарри, ни Уильям не знали, что они окажутся в одной церкви? Вот как вы считаете? Пожалуйста, напишите свое мнение. И еще, как вы поступили бы на месте Уильяма или Гарри? Поздоровались бы со своим братом или нет? Нашли бы возможность или силы в себе для того, чтобы протянуть руку своему родному брату? Это мог сделать и Гарри, это мог сделать и Уильям. Могли они посмотреть друг другу в глаза? Как вы считаете? И вообще, есть такой момент, что это все могло быть, конечно же, и не тайной для Уильяма или для Гарри. Возможно, они знали, что его брат будет в этой церкви. На этом все. Этот короткий информационный выпуск подошел к концу. Обязательно жду ваши возмущения и комментарии. И еще хотел бы подчеркнуть, что все самое интересное вы найдете в нашем телеграм-канале. Например, мы разместили там интервью до Шамана Дурыка и Принцессы Марты Луизы. Целых 4 минуты для вас перевели. Если еще вы не подписаны на наш телеграм, обязательно исправляйтесь, подписывайтесь на наши социальные сети. Оставайтесь с нами, с каналами Amore Royal и Deutsche News. С вами была Альбина. Пока-пока, увидимся, заглядывайте. Субтитры сделал DimaTorzok